здравствуйте дорогие борцы мы в эфире с нами сегодня михаил василенко и макс недощак тема нашего сегодняшнего эфира болевые на ноги читерство или реальное оружие но я начну с того что зачитаю в рамках нашей душевной миссии нашего марафона зачитаю по пожелания тренеров и любителей джиу-джитсу по тегу джиу в тебе тренер максим пишет ребятам из своей команды чтобы сохранить живу себе или даже не так чтобы сохранить себя для джиу делайте соло дрывы хотя бы по 10 минут каждый день будьте здоровы до встречи на татами будем стараться все вместе присоединяемся так алексей просит передать привет джицу артему из екатеринбурга скажите ему прямом эфире чтобы пошел участвовать соревнования артем говорю иди борись соревнования обязательно нужно побороться так отлично но приступим миша давай начнем с тебя тебе слово что ты имеешь сказать о нашей теме тема на самом деле очень интересная я тоже когда ты мне предложил думала как я вообще связан с этой тем вроде не выступают нам по правилам садми шином но на самом деле проанализировал свой опыт да и вот я начинал заниматься у самбиста греппингом у самбиста и вот все что мы делали это болевые на ноги я очень хорошо на самом деле научился тогда делать и рычаг колено и ахилл вот даже первые свои соревнования им выиграл что очень было неплохо потому что правил я не знал совсем там был греппинг и в совсем не знал правила не знал позиции за что балды даже не умел треугольник рычаг делать но тахилл и рычаг колено дело нормально потом занялся джил уже чуть-чуть подопустил эту тему на самом деле тоже в его участвовал когда сам очень часто попадался на сабмишина вот для себя выделил да вот как бы тема у нас как читерство или реальное оружие это точно реальное оружие на то есть но есть разные как бы направления где эти логлоки можно применять да там можно и в соу-дефенсе применять самообороне можно применять в мм и даже самых первых там и все там кэн шемрах он тоже закончил схватку хилл хуком и дальше тоже последующих турнирах тоже очень часто на 2 схватки заканчивались этими садмишинами вот я смотрел смотрел все дальше 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 их все меньше на схваток завершенных садмишинами на ноги становилось все меньше и меньше на самом деле то есть люди адаптируются к этим атакам да и уже не так легко остановится я хотел конкретно рассказать про именно спортивная джиу-джитсу как греблинг и вв на где вот сабмишины используются какие ограничения есть на какие сабмишины можно делать вот чтобы люди понимали что болевые на ноги они на самом деле но во всех направлениях имеют место быть и достаточно порой неожиданные атаки получаются с использованием их сабмишинов ну допустим да что можно делать греблинге ввв это может той холды делать не бары обычная ахиллы стоит анталлок там стима лог как свой собрат на канарейки вот допустим разрешен не риппинг поэтому атак на ноги чуть больше но опять эта система баллов она маленькая ограничивает возможности для атаки многие люди просто не делают атаки на ноги потому что боятся потерять баллы боятся проиграть схват для этого это тоже ограничить но вот по опыту скажу что я очень часто сам попадался на там на стопы особенно часто вот у меня первый опыт знакомства со скруткой стопы был на тренировке я короче белый пояс был вообще не понимал что происходит чувак не взял эту стопу начинает крутить мне не больно короче а потом резкий хруст и я не могу ходить думаю всем не сломали ногу но потом все нормально через 30 минут отошел все хорошо было вот дальше к теме да то есть вот эти 55 по сути с обмишином их можно делать и увы в беджев ограничений гораздо больше да то есть допустим дом коричневого пояса там совсем нельзя делать ничего кроме страйтон колор на это тоже накладывает свои очень большие ограничения да ну для начинающих наверно хорошо на когда есть ограничения на с обмишины на ноги позволяет лучше развить работу в гарде научиться держать для атаковать на самом деле хорошая тема что есть ограничение но начиная с коричневого уже все эти 55 с обмишином уже можно делать нет хорошо но опять ограничения на не реппинг есть на который тоже накладывает свои фишки какие-то да но зато можно там сингл x 411 делать спокойно фифти-фифти открывает много возможностей может быть не для атаки на ноги но по крайней мере для контроля какого-то жил больше работают гарди то какой-то контроль найти на таки да и мне очень понравилось как гордон райан смотрели так он боролся на ноги ворус вот вот у него не было не ни одного с обмишина на ноги да потому что он в основном на хилху как специализируется но очень очень четко адаптировал вот эту позицию 411 до для того чтобы свиповать на контролировать не давать забрать спину и дальше там проходить гард вот это мне очень понравилось вот я больше на болевых на ноги начал акцентировать внимание когда вот такой очень хорошую мысль услышал на все наверное и узнают там динлистер говорил что типа зачем игнорировать игнорировать пятьдесят процентов тела на то есть у вас есть возможность атаковать еще верхнюю часть нижнюю часть это очень неожиданно получается на допустим ты выходишь на рычаг локтя человек начинает уходить выпрямляется ты переходишь там на рычаг колено самым треугольником оплата на вообще отлично работает вот но как отдельный прием да вот я считаю допустим когда стараюсь своим ученикам давать это как систему как я это понимаю как систему как контроль да то есть ты выходишь на позицию ты должна контролировать тогда дальше уже научившись контролировать позицию ты можешь перейти на какую-то атаку какая там разрешена по тем правилам по которым ты борешься вот поэтому когда вот сколько времени вот болевые на ноги они же все время существовали да сколько служит существует директор они все время были но последние там сколько пять пять шесть лет это уже начала как система формироваться она система атак на ноги и и это стало интересно вот допустим мы просто там те кончил хук показали ты дал окей да но ты его сделать не можешь потому что там второй ногой постоянно сбивает твои руки как себе это как систему воспринимать это очень интересно на самом деле да и интересно всем чем не только тем кто работает по правилам с обмишин он ли но и тем как я допустим больше акцентирует внимание на работе соревнованиях по баллам на то есть ты допустим уходишь на ногу ты контролируешь что может как свип использовать как контроль на для того чтобы выйти за спину либо еще что-то сделать да да вот это что самое интересное можно использовать как карт ну то есть по сути там 411 это гар тут я прям 411 последнее время очень часто начал использовать любой позиции не ухожу контроль но это сам бог велел всем привет ребята хочу передать сразу темп лэнс корсодар я вас всех люблю жду всех зале скоро сюда закончится а что я хочу сказать по поводу этой темы по поводу читерство то есть я считаю что для для россии болевые на ноги это читерство потому что что у нас очень мало очень мало уделяя внимание именно этим болевым но это ошибка я считаю то что надо чтобы все люди умели делать абсолютно все боли то есть неважно какие правила и ww одессе с обещал и так далее то есть вот у меня допустим само слово же уже суд надо что-то сломать то есть вот я скажу так не обойти гард не сделать свет не сделать тогда у меня вот надо вот моем виде же уже закончу схватку досрочно и ты неважно это будет рычаг локтя скрутка пяткой пятки либо удушения сейчас расскажу маленькую историю о на моем личном опыте то есть я когда приехал первый раз штаты и попал в зала дебрала то есть я думал что я умею бороться то есть я умел ходить гард умел забирать спину я так думал ставить колено на животе и так далее но где-то на второй день начал бороться с такими дрыщами маленькими которые весит килограмм 60 примерно как никита морозов то есть вот они примерно такие же и они мне каждый секунд 30 ими крутили пятки и я думал что происходит откуда ноги залетают где везде круто мне везде больно потом начал разбираться где-то где-то это прошло примерно месяц то есть месяца начал разбираться по позициям начал изучать есть такой тренер его зовут эрик рэмми то есть вот всю базу которую вот я знаю вот именно изначально то есть по позиции он мне дал ее всю потом уже начал развивать это все суть в чем что как бы не пытался обойти гард я его обходил они восстанавливали гард и делали болевые на ноги а вот вот почему я веду что именно если вы хотите бороться по системе сабмишен он для 10 то в любом случае надо изучать болевые на ноги если взять вот именно основные моменты можно выделить несколько моментов то есть вот я допустим делали болевые на ноги я первое это вот так будем показывать первое это заход второе это позиция третье это контроль 4 это болевой его зачастую когда делают болевые на ноги они они упускают какой-то момент очень часто люди начинают спешить то есть вот они взяли допустим какой-то заход начали сваливать идут за пяткой то есть вот это вот самая главная ошибка потому что не делают контроля и вот именно вот все болевые на ноги надо разбирать именно так а еще одна есть ошибка то что вот у меня в зале вот именно это происходит то есть у нас тренировок получается в неделю раз два три шесть штук из них у нас три дня это болевые на ноги то есть вот половина тренировок и вот что происходит очень часто это начинают люди делать акцент только на болевых на ноги то есть они сбывали про защиту гарда а вот забывают чтобы эти год еще можно иногда и вот здесь вот уже появляется вопрос надо это все комбинировать то есть если вы хотите делать болевые на ноги то в любом случае у вас должен быть и и проходим и гард если непроходимый гард тут уже можно думать о боевых на ноги то же самое если а сейчас говорили как раз насчет эту тему что надо научиться комбинировать то есть атаковать верхняя часть атаковать нижнюю часть если будете цепляться только в нижнюю часть вас будут семя спролить то же самое если будете за гильотинами то есть если оппонент знает уже защиту от гильотин уже будет убирать голову назад и вот самое здесь главное научиться комбинировать с верхней части с нижней частью вот очень хорошая мысль была по поводу вот именно уж колбинариста то что 50 процентов тела почему-то жил отключают это неправильно то есть надо вот ломать все конечности ноги руки шею так далее еще момент которые хотят сказать у меня спрашивают вот очень часто что ты ты делаешь только болевые на ноги и все то есть не если я друг вас зовут александр могала он мне как-то рассказал а вот я спросил такой же вопрос почему ты делаешь только болевые на ноги он мне сказал что он делает то что ему дают то есть вот у нас также в россии намного чаще дают ноги то есть потому что нас очень много вольников и не знает защиты вот и вот из этого уже следует что если видишь ногу надо делать ногу видишь голову делаешь уже там что-то с головой видишь руку делаешь то есть вот тут все очень просто надо это вот понимать и выстроить как систему то есть вот углы системы и все будет получаться но не забывать про другие части тела то есть вот я отвечу вот так вот но вот все-таки если человек не проходит гард хватает и открывает ноги сразу он не умеет бороться это вот вопросы тебе и я хочу чтобы миша тоже потом ответил давай я думаю нет то есть смотри ты имеешь ввиду что если он только делает ноги и все ну да я думаю нет если если ему карьер не проходит значит умеет бороться если он делает туда только ноги ему проходят гард значит он ли не умеет бороться то есть его то по-любому ты должно быть у тебя назначен вы желудки по-любому должен уметь забирать спину то есть ты по-любому должен уметь обходить гаад а уже вот то что идет дальше твоя специфика одном при болевые нами где-то уже выстраиваться именно от этого То есть сначала обход гарда, сначала забор спины, а сначала гаргейм, а уже потом вот у себя твоя специфика. То есть неважно ноги, неважно руки и так далее. То есть вот есть база, которую ты по-любому должен уметь. Если не умеешь базу, то есть я думаю, тебе даже нет смысла делать болевые на ней. Миша, что ты думаешь? Ну да, я согласен с Максимом. База прежде всего, да, у тебя должен быть непроходимый гард, у тебя должна быть хорошая работа на позиции, да, но как бы с ахиллом такая тема. Если ты прыгаешь и человек сдается, да, допустим, ахилл или там рычаг колена, прыгнул и человек сдался, почему бы и нет, да. Бывает так, что человек, ну ты не можешь гард пройти, но прыгая на ахилл, ты ему делаешь ахилл, он сдается. Другое дело, что когда ты выполняешь этот сабмишин, не обходя гард, человек встает на тебя, да, получает баллы, и дальше ты ничего не можешь сделать, то это плохо, да. Тут надо по ситуации смотреть. Ну, опять, болевые на ноги, они как бы меняют чуть-чуть течение схватки, допустим, да. Обычно люди там проход гарда, позиция, улучшение позиции сабмишин делают, да. Когда ты включаешь здесь какие-то атаки на ноги, ты можешь чуть-чуть поменять направление игры, да, и неожиданно для человека там выйти на рычаг колена или там залететь на скрутку стопы, да, я вот говорю опять о спортивном направлении, да, где хилл-хуков нет. Это очень резко поменяет, да, и человек может не ожидать, я даже сам, ну, сам вот, допустим, так, тапал иногда на царевках, да, то есть я вроде работаю в гарде, все хорошо, человек не может мой гард пройти, я уверен тут, оп, моя нога, человек, он ловит ее, скручивает стопу, я не готов к этому, да, вынужденный потап. А как вы думаете, откуда пошло вообще это мнение, что это, ну, как-то не тру так делать, типа, блин, он только ноги делает, что это плохо, что это дурно, вот такое вот есть мнение распространено, откуда это вообще пошло, как вы думаете? Ну, я думаю, потому что просто в залах не изучают болевые на ноги, и вот думают, что это читерство, то есть вот именно вот, я ездил по России сейчас очень много, и очень часто зала говорят, давай, допустим, без болевых на ноги, то есть я считаю, что это бред, то есть ладно, там без пяток, но без ахилл или тайхолдов, либо небаров, то я считаю, что это неправильно, то есть, но я думаю, все пошло от того, что просто в залах их не изучают, то есть объясню, почему, потому что очень многие борются именно в ГИ и по правилам бежать жив, то есть там нет ни риппинга, и, ну, все, все, ну, вот этим, то есть нет ни риппинга, значит, нету болевых на ноги, то есть можно делать с ашигарами, там, с фигарда, там, все это можно делать, но они, естественно, не столь эффективны, когда уже добавляешь пятки, либо не риппинг. Вот, к примеру, травмы коленей. Кто имеет больше вероятности получить травму колена? Тот, кто отрывает ноги, или кто-то, ну, избегает, старается работать без ног? Могу я ответить? Да, можно, конечно. А потом мне что-то добавить. Травмы коленей, вот именно получается, вот зачастую на тренировках, то есть, почему они появляются? Потому что, вот как раз нету, вот именно базы болевых на ноги, то есть, если, допустим, людям, вот именно объяснить, как убирать стопу, куда надо двигаться. И вот, когда люди понимать будут специфику, у них не будет травм, то есть, они будут понимать, куда нельзя двигаться. А вот именно травмы появляются, потому что не знают, как люди защищаться, и они двигаются вот именно не в те стороны, куда надо. То есть, вот, я объясняю именно вот этим. Из-за незнания болевых на ноги. Ну да, это одна сторона, да, то есть, люди не знают, люди не отрабатывают, потом начинают бороться, попадаются, получают травму, да, потому что не в ту сторону двигаются. Но с другая стороны, допустим, у человека уже может быть травма, да, какая-то колено, и он вообще, в принципе, из-за этого не делает болевые на ноги. Таких людей много. Допустим, в джиу-джицу очень много приходят людей, там, из других видов спорта, где у них, они перестали им заниматься, потому что у них травма колени. Им эти вообще болевые, в принципе, не нужны. Они там занимаются для себя, им не надо. эти болевые на ноги, да, но я согласен с тобой, их изучать нужно, там, отрабатывать нужно, в контролируемых условиях нужно практиковать, чтобы хотя бы понимать, да, как это все работает, куда двигаться, в какую сторону. Ну, мне кажется, это не изучается в залах, потому что, ну, люди не умеют, нет системы. Да, только вот в последнее время начала информация появляться, там, как это делать, как лучше, как работать с этими болевыми, Вот я у себя даже понимаю, что у меня большой пробел. Когда с тобой боролся, я сдавался больше от того, что ты выходил на какую-то позицию, в которой я просто не понимал, что мне делать. Ну, я думаю, год-два. Год-два это сейчас не будет. Ну да, это будет развиваться. Да, да, то есть это прям, прям неизбежно, и, то есть я думаю, будет все хорошо у нас в стране, и с болевыми на ноги уж точно. Ну да, сейчас же больше становится этих турниров в Submission Only. Угу. Да. А вот все-таки, как вы думаете, вот IPGJF, она вообще радикально, по отношению к болевым на ноги. Но это же не с неба все свалилось. Вот Пурпуры, вот к примеру, хорошо борются, и даже им нельзя футлоки крутить. Но это же не с пустого места взялось. Почему IPGJF так радикально к этому относятся? Ваше мнение? Скорее всего, травматизм. То есть они почему-то думают, что травматизм, а это уже какой-то минус, не знаю, финансовый, наверное. То есть я думаю, из-за этого. Но если бы во всех залах изучали болевые на ноги, то не было бы травматизма. Ну, с одной стороны, да, с другой, они же как коммерческая организация, да, и, соответственно, они эти правила ввели, чтобы, ну, максимальное количество людей могло принимать участие. Пусть у меня есть же Пурпуры, там, мастера, да, там, мастер, там, 7 или 6, там, за 60, за 70 лет люди участвуют, да. Если им эти болевые оставить, да, кто-нибудь особо желающий выиграть прыгнет, и старый дедушка уже будет инвалидом. Да. Поэтому, не, на самом деле, это хорошо, что там есть эти ограничения, я считаю, да, то есть у людей появляется выбор, да, хочешь там участвуй по этим правилам, хочешь участвуй по этим правилам, да. Другое дело, что не было выбора, да, вот в какое-то время, там, 10 лет назад не было выбора. У тебя либо IBGF, да, где такие ограничения на ноги, ну, либо там ADCC, где там единицы могли участвовать. Да, сейчас, ну, больше турниров, больше возможностей. Но это, на самом деле, хорошо, да, то есть люди приучаются к таким турнирам, начинают в залах изучать эти болевые на ноги более активно, и это тоже, ну, приводит к снижению травматизма. Я думаю, через какое-то время, там, лет через 5, да, вот даже, ну, будет меняться все. Я хочу просто про арабов еще рассказать. У арабов, допустим, есть турниры Grand Slam, да, профессиональные турниры, где они постепенно начинают, допустим, убирать цветных поясов. Да, уже убрали белых, скоро там уберут синих, потом курпуров, и оставят там только коричневых, черных. Я думаю, среди этих категорий они будут менять правила. То есть, они уже изменили, там, убрали баллы, убрали адвентеджи, да, теперь, типа, каждый адвентедж штабалл, я думаю, так же с обмешанными через какое-то время, да, чтобы более интересно, более динамично сделать, еще добавить, там, уберут не риппинг, да, то есть, основная, там, проблема с ногами, это не риппинг, ногу чуть перенес, все, там, на рычаг колена, особенно, когда выходишь, человек начинает крутиться, чуть провернулся уже, тебя дисквалифицируют. Да, мне вот этот вопрос особенно интересен, я хочу, чтобы Миша и ты рассказал, и Макс, и ты, по не риппингу, ваше отношение к этому, потому что вопрос, как бы, серьезный не риппинг, для многих воспринимается, как нечто страшное, правда ли это страшно, то есть, разберите эту тему, потому что не риппинг, это такая, для многих, загадочная, страшная область, давайте о ней подробно поговорим, расскажите, пожалуйста. Давайте я разберу тогда по поводу, вот именно захода, то есть, не риппинг, он, он чем опасен, он опасен и для атакующего, и для защищающего, то есть, если, вот я сейчас покажу, область таза, вот здесь, вот эту область, то есть, есть позиция ажи горами, когда вот здесь находится стопа, она находится, в таком положении, когда мы заводим стопу вовнутрь, у нас, тем самым носок двигается вовнутрь бедра, и вот, когда вот это движение идет, тут, тут очень много контрприемов, то есть, даже когда мы делаем атаки, то есть, я говорю, я как атакую ноги, то есть, я атакую ноги, чтобы не было вот этой, знаешь, игры именно, то есть, либо мне сделать, либо ему, то есть, если я делаю ногу, то должен по-любому я атаковать, никаких контрприемов, то есть, здесь вот уже идет момент, по поводу водос захода туда то есть очень много нюансов как убирать выбирать свой носок то есть носок и если в таком положении именно во внутрь таза идет здесь уже есть контрприемы то есть по этому поводу вот именно именно атакующего если мы возьмем уже вот именно защищающего то есть при движении через не риппинг также если буду в таз показывать у нас идет сгиб колена то есть как раз вот это вот стопа будет сгибать колено если мы будем поддаваться вот этому усилию как раз уже появляется травма и вот как как это все избежать мы должны просто все время держать коленку ровно то есть не давайте его сгибать не в одну не в другую сторону и не давать сопротивление то есть если он дает какое-то усилие вот допустим в левую сторону если будете давать двигаться туда же потом в другую сторону здесь появляется травма мне кажется самое главное вот надо вот именно избежать травм то есть потому что ну все мы все мы занимаемся для себя для здоровья ну кто-то уже там более как для карьеры своей но вот самое главное если вы хотите делать болевые на ноги надо избежать травматизма избежать только если вот именно понимать ее то есть вот не риппинг а отсюда естественно то есть самая вот самая лучшая позиция это когда мы заводим туда ногу то есть позиция называется 411 и всем надо стремиться если деле болевые на ноги именно к этой позиции то есть чтобы делать внутреннюю пятку тайхолды не бары ахиллы все это очень круто но на на высоком уровне допусти сделать нереально то есть но может быть какая-то одна схватка там из из 30 вы сделаете вот такой болевой но стремиться надо вот естественно крылья пятки а внутри а пятка это не риппинг вот я отвечу вот так но я согласен да по поводу науги допустим да он же гребен геова не риппинг разрешен да и никаких проблем это нет но вот в ге это уже достаточно опасно потому что нога постоянно запутывается в этом кимоно да ты переносишь ногу там застряла начинаешь крутиться в эту сторону нога противника застряла и из-за этого могут какие-то травмы появляться допустим где я бы оставил не рита я бы его не выбирал как бы он там нормально заходит в том же fight to win pro этом промоушене где они в ге борются с не риппингами но вроде никаких таких проблем не было но опять это все от уровня зависит на то есть если уровень спортсменов достаточно высокие принципе можно стать я бы его так сделал допустим с коричневых черных я бы разрешил мире вот никаких проблем не было это наоборот бы чуть-чуть подтолкнула бы развитие я не считаю нериппинг опасным у меня с нериппингом лично у меня никаких травм не было моих учеников тоже проблема только в незнании до люди боя люди боятся его потому что ну без типа запрещено и и все а сами никогда этот нериппинг не делали они хотя бы чуть-чуть поработали с этой позиции они поняли что ничего страшного нет особенно если нельзя делать пятки вообще никаких проблем поэтому бояться не стоит или когда есть ограничение нужно его понимать многие ребята которые там приходят из самбо из греппинга они очень часто попадаются данное правило ну как бы знаешь она мне кажется придумано для того чтобы просто вот этих людей которые любят ноги не допускать до высокого уровня потому что но они хорошо делают да но они не обращают внимание обычно не риппинг перенесли ногу все можно и сквал дайте все исключить типа сильного соперника с турнира вот мне кажется так что никакой опасности особо нету особенно если ты знаешь как это работает что это мое мнение ну я продолжу тему травм потому что людей это волнует больше всего все бы рады ноги крутить но боятся вот патрик гаудио увидев грепплинг сказал что эти люди такими темпами не сохранят свои колени и к пурпурам будут инвалидами микротравму могут не заметить но все эти микротравмы накапливаются и колено медленно и незаметно убивается так ли это профессиональные травмы думаю есть все таки есть да момент есть один что даже на на сэбмишен онлит турнирах вот есть такой турнир он самый популярный на сэбмишен онлит который не профессиональный называется грейси ворд там то есть как он как он проходит то есть приходит эдди браво там борется белые пояса синие пурпурный коричневый черный и вот даже на вот этих турнирах можно только с пурпурного пояса делать пятки то есть вот на сэбмишен онлит не на всех турнирах вот именно разрешено делать пятки и вот они как раз это специально сделали потому что вот в начальном этапе есть травматизм то есть я считаю что примерно первые наверное первый год первый год занятия вот если вот вы заниматься по по системе самих но он регио 5 где все болевые вот именно первый год самые вот самый высокий вот риск травматизма то есть уже когда ты уже более опыт и начинаешь это все чувствовать и это все меньше и меньше то есть тут вот главного пазга вот именно грамотному тренеру кто вот те вот объяснит что вот сюда двигаться нельзя здесь тебе будет больно здесь тебе будет травма здесь тебе будет микротравма потом потом впоследствии ты уже не сможешь ходить вот например вот так вот миша что думаешь ну да с болевыми с травмами на ноги обычно такая тема что люди очень рано допустим участвуют турнирах на где эти болевые разрешены но они их не умеют делать или не знают это приводит к травме на тренировке я был свидетелем когда люди получали травму тоже по незнанию это надо все регулировать просто контролировать новичкам до пурпурного пояса хотя бы нужны ограничения на эти болевые их можно изучать можно отрабатывать чтобы понимание росло ну допустим на турнирах должно быть ограничение иначе приведет к травмам но и опять нужно смотреть по здоровью если у тебя есть какие-то не связанные с БЖЖ травмы колени возможно это не для тебя действительно тебе нужно не нужно это участвовать в таких турнирах то есть знать нужно всегда мало ли какая ситуация там вернется в жизни да знать уметь но с соревнованиями да но опять профессионалы они сами на себя берут риск да чтобы они участвуют в турнирах с обмешаном и как правило там деньги да какие-то на кону стоят да хочешь деньги рискуй и все вот ну вот я сейчас допустим на 10 евро вот у меня зал он уже где-то существует примерно два года и вот первое время то есть скажу честно были травмы то есть я вот первые наверное полгода я не давал вообще пятки то есть я не давал вот именно то есть разрешение во время вот именно тренировок делать пятки потом когда все равно появились травмы а вот сейчас когда я уже разрешил всем делать пятки у нас допустим две группы одна группа это вот группа соревновательная вторая группа группа новичковая и вот кто приходит в группу новичков мы не даем пятки то есть мы даем только ахиллы только анибары только тайхолды и вот если вот держать вот именно эту специфику то есть первое время мы не крутим пятки мы объясняем как выходить вот именно с этих позиций потом потом проходит время мы уже добавляем пятки и вот сейчас вот последний год ну может быть одна травма была это из-за того что только он поскользнулся но вот вот именно на коленные суставы на стопы травм я пока не встречаю даже вот даже у меня ну и и и учеников своих то есть а можно чуть подробнее остановиться вот именно расскажите про этапы преподавания болевых на ноги с чего начинать какие этапы как обеспечить профилактику травм то есть какие у вас взгляды на это ну вот у меня взгляд такой что надо по вот растяжки то есть очень хорошо должна быть вот именно растянута именно вот эта зона где жопа то есть вот здесь вот эта вот вся часть очень много вот именно действий идет идет отсюда то есть естественно должны быть растянуты коленные суставы тазобедренные суставы и если говорить вот именно разминочных упражнениях то это естественно вращение коленок вовнутрь в сторону и так далее там таз вращать и все вот это и подготовительные дрилы то есть дрилы на атаки это надо уделять времени прям очень-очень много то есть это первые также полгода потом уже добавлять технические действия то есть сначала мы делаем дрилы дрилы для атак дрилы для защит а потом уже атаки и вот если вот держать вот эту специфику то есть мне кажется очень будет мало травм то есть естественно можно объяснить какие дрилы но вот то есть я даю дрилы это именно по по основным по основным позициям то есть у меня основные позиции это аши гарами дабыл аши гарами фифти гар и инсай хилл хук то есть вокруг вот этих позиций я просто кручу все дрилы потом дрилы соединяю и уже появляется какое-то понимание из одного технического действия мы перетекаем в три технических действий в пять технических действий и вот уже как как пазл все выстраивается потом добавляем техники и уже понимание вот появляется понимание далее уже каждый каждый под себя выбирает свою технику то есть у всех естественно короткие там ноги у кого-то длинные ноги но но база одна то есть вот вот так я отвечу Миша что думаешь ну я обычно лично для себя как я разбираю да я беру какую-то позицию и максимально из этой позиции стараюсь все возможные варианты изучить да можно такой садмишин такой садмишин сделать да вот переходы из этой позиции в другую позицию то есть я дриллов на самом деле очень мало делаю сам ну и мало ученикам да и больше стараюсь акцентировать внимание на технику да на разбор на понимание позиции и действий которые из этой позиции можно сделать вам тебе могут сделать да и защищаться да то есть именно такой интеллектуальный разбор мне больше нравится лично мне также ученикам своим даю по поводу каких-то физических возможностей да это всегда нужно то есть в принципе для хорошего гарда да у тебя должны быть разработаны это забедренные суставы хорошо растянуты эти хамстринги задняя поверхность бедра передняя поверхность бедра стопы да это обязательно нужно делать да уделять этому внимание иначе ты можешь просто тапать из-за того что у тебя там плохая растяжка и ты не можешь просто чуть-чуть потерпеть да такое очень часто бывает вот вот так а вообще вот этот вот переход в коричневые пояса вот Миша ты точно знаешь это вот своеобразный переходный возраст это какой-то чувствительный вообще период вот ты соревновался соревновался не делал не делал не делал не делал оба тебе дали пояс и тебе можно делать это как вообще проходит нет но у меня не так было я начиная с белого пояса я участвую в турнирах где ну можно все приемы делать да то есть как у черных как у паричневых черных поэтому для меня это не новость то есть да просто ну сам по себе да вот этот пояс он дает тебе больше возможности больше возможности атаковать на ноги если допустим да ты не возможность есть а ты этой возможностью не пользуюсь это кто-то будет пользоваться возможности на тебе поэтому нужно разбирать то есть я сейчас большеaniu этому уделять внимание вот из до этого ну и совсем как бы махил скрутка стопы все сейчас гораздо больше стимул дают да то есть это как разрешение а теперь тебя можно делать да делай окей но опять я говорю я участвовал по другим версиям не сразу все все разрешено лично для меня всегда в приоритете было джиу-джитсу и поэтому для меня это как открытые двери открыли двери теперь можно делать но не все этим пользуются но я считаю что если допустим ну хоть черный пояс получить у тебя эта область должна быть закрыта у тебя все области должны быть закрыты твоем джиу-джитсу на ты должен и гард хорошо проходить и снизу свипы делать и в ги и в ноги бороться и на ноги атаковать все дырки закрыты тогда ты будешь эффективно бороться Миша а как вот ты считаешь все-таки если ты вовремя постучишь то ты травму не получишь а вот где-то грань когда можно терпеть болевые на ноги и когда терпеть уже опасно вот хочу про твое мнение потом мнение макса вопрос такой ну своих гранях нужно на тренировке эти грани проверять до какой степени ты можешь терпеть когда ситуация более-менее контролируем на соревнованиях да когда человек выходит на субмишн он выходит как правило очень резко да и у тебя возможности подумать нету да то есть ты должен уже заранее понимать да вот у тебя там стопа растянутая пусть меня не никогда не тапал от всяких там канаре кавсвайс у меня прям ну какая-то толерантность к этим приемам есть но там слабость на ахилы допустим да отхила я очень легко там поэтому я просто это понимаю да и все и когда мне там выходит на прием и я должен оценить за счет своего опыта могу я выбраться или нет и соответственно принять решение сдаваться или нет но как бы проверять свои грани нужно на тренировках не знают стандартное упражнение самбистов на хил берут оба ахилла начинают тянуть на их типа кто первый сдастся там скрутка стопы то же самое терпеть это не самый лучший вариант на то есть должен просто знать способы выхода и соответственно если ты видишь возможность знаешь что ты пользуешься и уходишь из этого садишь ну да можно чуть-чуть потерпеть но иногда понимая что допустим травму ты не получишь на ну я там будет нога болеть какое-то время у травмы ты не получишь а ну ты зато выберешь там выграешь но на соревнованиях я не советую проверять грани своих возможностей это обычно печально тренировки до тренировки до когда адекватный партнер ты там даешь ему ногу взять ты сам даешь на то есть обычно я сдаю ногу и смотрю сколько я могу выдержать на что он делает адекватно контролируем но и я согласен тут полностью надо что прочувствовать на тренировке время чувствовать свои суставы свои связки потому что вот все давление вас могут в колено то есть даже когда делаю пятку это очень часто идет вот именно сама травма в коленке то есть надо вот прощался как сильно у вас на тянется и так далее ахиллы можно потерпеть то есть там болевой допустим эффекту найдет подольше тот же сам это и холодно можно потерпеть и естественно надо знать правильный угол куда выходить куда двигаться и так далее но не не всегда естественно получается на соревнованиях так то есть у меня вот есть пример себя в пример схватке я боролся с кайлом боевым то есть такой человек очень сильный он вот он от им пленса он сейчас типа топовым там будет горного района там скоро драться промышло чтобы такое было у него и он не вышел на пятку за секунд 15 и вот это было где-то года полтора назад и вот у меня до сих пор болит нога то есть я даже не успел так то есть вот и я буду такой уставший это был триллс короче на и бай и вот это был полуфинал и вот он не зашел на пятку начала крутить и то есть я даже хотел бы так ну то есть я понимал что сейчас будет травма но и вот здесь вот это уже естественно появляется травматизм вот за лоджи уже социально совмещенологи то есть надо понимать на что мы идем висеть риск есть везде надо все все помнят этого какого-то который выходя на пятку дача октапова он не отпускал тут тоже передержал не сейчас знаешь такую на секунды две где-то но это он тоже на эмоциях естественно то есть как бы никто не застрахован никогда от этого но с атаками надо быть аккурат такая проблема за что допустим ты ты хочешь потапать да допустим а человек не отпустил и оп произошла травма вот такое бывает но это на соревнованиях на соревнованиях да но тренировка на кого не должно быть я конечно ругаю очень то есть у нас есть ребята которые передерживают и меняешь ты смеешь это яж пенис от этого когда то есть это вижу начинаю орать визжать игры ты чё ты хули держишь так долго вот такое тоже бывает тренировка есть ребята которые думают что им не больно у меня он был у меня есть один ученик есть он он в питере живет как раз у лёха зовут он приходил тоже когда вот и проводил тренировку вот у меня было что я ему много травмировал три раза уже то есть я мы делаю пятку я не делаю резко и делаю очень плавно но у него не болевой порог очень наш такой низкий и он не так и но у него выходит сустав время я тоже происходит третий раз уже я могру когда ты уже поймешь когда тянут сдаваться он гряду я думаю что мне не больно не больно у него болевой порог я тоже на чувствовать это все вот именно специфика то есть каждого человека разная то есть кому-то уже больно там в мышцах у него в мышцах не больно у него вот именно сустав увихиваются но это кстати интересная штука болевой порог при атаках на ноги если допустим ну уж поломиал вспомнить как он боролся да когда ему не помню кто-то из братьев рутова на рычаг колено вышел колено изогнулась в обратную сторону но и он не тапнул есть такие люди в которых к ногам резистивность достаточно неплохая ничего на них не работает таких встречал венима галяша знаю такой же даже если вы стек есть блок don't work мы это взяли себе на футболке вот он говорит что они по боевых на ноги есть люди которые не сдаются от ахилл вообще вот никита морозов то есть я ему не могу сделать ахилл то есть но это надо знать естественно что вот и не будем делать их сил потому что он не идет как бы но тоже химада правильно идет я ему делаю правильно и то есть у него стопа уже ломается у меня видимо не хватает силы не знаю есть есть ли конечно очень мало людей кто кто не сдается от внешних пяток то есть один то них намного реже то есть по любому вот по любому сейчас повторюсь надо стремится крутили пятками то есть от внешних пяток защищаются от гибара защищаются, от ахилл тоже, а там внутренних пяток уже будут проблемы. То есть все вот все болевые на ноги, все переходы, все позиции должны именно идти к этому. Вот именно к позиции 4.11, где мы крутим вот именно к внутренней пятке. Я думаю, вряд ли там, допустим, в зале в зале у Данехера они делают какие-то ахиллы. То есть они вот на таком уровне все стремятся туда именно. А мне вот этот вопрос очень интересен. Все-таки на IBDGF худо-бедно, а ноги как-то делать можно. Но, естественно, пяток там никаких нет. Все-таки это эффективное оружие по IBDGF ноги? Или можно не заворачиваться? Я думаю, что надо знать, но не делать на этом акцент. То есть вот так вот. Я, допустим, очень редко борюсь по IBDGF. Ну, борюсь иногда. Но я бы не делал акцент на это. То есть если бы я знал вот я знаю позиции с ногами, то есть я тогда использую как свипы это все. То есть я попробую сделать ахилл. Если он не пойдет, я не буду тратить туда силы. То есть я уже лучше встану и возьму там, допустим, какие-то баллы. IBDGF имеет место быть, но не надо делать на этом акцент. Миша, как думаешь? Не, я что сделал? Я до этого, типа, такое небольшое исследование провел, посмотрел по топам, да, у кого сколько там, допустим, сабмишинов атаками на ноги, да, на IBDGF раз. Очень удобно там посмотреть. Ну, понятно, там всякие греплеры, там Гордон Райан, там Гарри Тонен, у них там инсайд хилл хук, аутсайд хилл хук, там практически на первом месте после РНС стоят, да, в любимых сабмишинах, вот. Из топов IBDGF, ну, тоже достаточно, на самом деле, много, а кто атакует ноги. Ну, причем вот этот ахилл, да, там, гнибар, там, скрутка стопы, вот они, мне кажется, не очень сабмишин он ли практикуются, потому что есть более эффективный сабмишин, да, скрутка пятки. Соответственно, люди меньше им внимания уделяют, допустим, в ГИ, да, у них нету скрутки пятки, они больше акцента, больше проработаны, на самом деле, да, техники именно атак на другие сабмишины. Допустим, ну, из примеров, там, Майк Мусумеси в финале, там, чемпионата мира, ахиллом выиграл, там, схватку, до этого еще, там, две тоже, своим, там, фирменным ахиллом завершил схватку. Допустим, я этот ахилл сам делаю, да, вот в ГИ он у меня, прям, идеально залетает, у меня очень много сабмишин на ахилл, а в налоге я не могу его сделать, да, он не так работает, потому что, там, каких-то захватов мне не хватает для того, чтобы законтролировать, да, допустим, у Эрберта Сантоса тоже, там, у него в топе, да, сабмишинов стоит Нибар, да, он Нибаром прям очень большое количество схваток завершил. Вот, там, Кайотера тоже со своим футлоком из Гаваривы, да, которым он тоже достаточно много схваток закончил сабмишином. То есть, ну, я считаю, в IBJF это тоже, ну, то есть, раньше меньше было, да, интервью Эдди Браво смотрел, он, типа, рассказывает, когда он по куркурам боролся на чемпионате мира, вот, и что-то вышел там на скрутку стопы, по-моему, да, по-моему, про скрутку стопы говорил, да, все начали прямо на трибунах кричать, типа, что ты делаешь? Ну, как бы, с неодобрением отнеслись к этому, да, то есть, вот, в IBJF сообщество какое-то время, да, вот царила такая вот идея, что, типа, болевые на ноги, это плохо, да, если ты на них выходишь, то, типа, ты плохой позицией оказался, да. Вот. Поэтому у нас... Ну, видите, что происходит? Во всех мемах глоки подаются как альтернатива проходу гарда. Типа, fuck it, do lead lock. Так ли это вообще? Новички, вот, аудитория основная этих мемов, они начинают так и думать, что в леглоге вместо сложного прохода гарда. Я могу объяснить, как я делаю вот их. Я, допустим, то есть время комбинирую леглог с обходом гарда. То есть, если я вот секунд пять вот я пробую обойти гард, я туда тараню, там, оверандер, там, дабландер, там, все вот это вот, пихаю и пихаю. Но если вот я трачу пять секунд, я понимаю, что я уже подустал немножечко, то есть я думаю, хватит. Если я вижу вот стопу где-то вот с этой стороны, либо с этой стороны, то есть я даже не думаю, я хватаю ногу. И если он начинает выдергивать ногу, я опять стою, я вхожу, да. И то есть я просто вот эти вот атаки просто меняю. То есть и в конечном итоге, то есть он уже будет прятать свои хуки вовнутрь, и мне, допустим, будет проще обойти гард. То есть вот надо по-любому научиться комбинировать. То есть не тупо брать ногу и на нее прыгать. Еще ошибка есть, это когда берут ноги и дают вставать сопернику. То есть я все время объясняю, что если вы идете на ногу, вы должны по-любому либо законтролировать позицию, чтобы он не встал. То есть мы по-любому держим в голове какие-то свипы. То есть если вы упадете в ней с ногой, он встанет, это свип. То есть по-любому баллы какие-то, ну, вы должны держать в голове, что есть баллы. Либо если вы не хватаете ногу, вы опять встаете. То есть если берете ногу, вы по-любому должны законтролить, либо если он выдергивает ногу, вы должны остаться сверху. Если он прячет ногу, вы обходите гард. И вот это вот и, если научиться комбинировать, это уже какая-то целостная система уже будет. Ну да, надо грамотно встроить эти болевые на ноги в свою борьбу. Ну, неважно, по каким ты там правилам борешься, но там атака на нижнюю часть, атака на верхнюю часть. Если ты что-то одно выбираешь, да, эффективность в два раза снижается. Всегда комбинируй. Верх и низ, верх и низ. Тогда это будет хорошо работать. По поводу новичков, ну, новичков у них гораздо больше проблем. Париться им по поводу болевых на ноги, я считаю, не стоит. Они есть, да, их нужно изучать, их нужно знать, понимать, но они не понимают гораздо больше вещей, да, и болевые на ноги – это просто одна из них. Миша, а с каких поясов ты считаешь, что новичкам надо, ну, вообще не новичкам, вообще надо изучать, с каких поясов болевых на ноги надо изучать, твое мнение? мое мнение о синих синих белые нет опять если бы у белого есть какая-то база да он может начинать с белых но лучше синих вот ты стал синим поясом все может к своему ахиллу белый поезд тоже должен знать ахилл к своему ахиллу добавлять какие-то еще были бы если ты опять специализируешься на дружицу где ты должен синий пояс я считаю должен знать вот мы как-то с моим учеником ребенком ездили на соревнования в чехе вот и там объясняли правила и даже вот дети там это желтые зеленые пояса не знали все с обещанами они могли их показать по крайней мере они знали о них не делают у них запрещено конечно да но они могли их показать то же самое синим синим поясом да вот я считаю синий пояс должен узнать или с обещанной на ноги не просто там как на них выходить защищаться ходить все этому хилл киеве рычаги все которые есть а дальше уже он уже для себя решит надо ему это не надо это как просто программа обучения да ты не пояс он должен все изучить все исключить а дальше уже он будет специализироваться пойдет больше по правам с обещаном ли кто-то пойдет по правам спортивного движения вот тоже выбор дальше будет ну такая поворотная точка синий пояс макс а скажи а каким образом выстроена система работы с ногами у эдди брауа новички там вроде ходят на своих двоих или а их просто это история умалчивает с ними не все так хорошо скорее всего не все так хорошо то есть я допустим встречал очень часто что у людей вот коленка становится в три раза больше то есть вот там приезжает ребята с к там зала допустим не застатался год не на чек мата и вот они приезжают на день борьбы и вот очень часто получается то что их травмирует очень сильно и вот вот установить и право вот я вот в зале трав очень многое видел прям вот прям нереальное количество и стопы и и коленки то есть травмы там еще появляется потому что вот лично меня очень мало вот именно на разминки потому что там всего три технических действия три технических действия это креветка колесо и берем пола вот я первое время постоянно травмировался то есть мне не хватало разминающих действий сейчас ребята я быстренько это интересно то что ты рассказываешь а вот про коленку вот у меня вот у меня был парень я я боролся с ограниченном он приехал то есть он приехал с англии вроде коричневый пояс я закажу на пятку то есть я начинаю крутить я делал очень медленно все время на тревоге делающим плавно болевые то есть я допустим заход делаю быстро вот сам болевой очень аккуратно но но почему-то не сдается и вот вот получается то что я кручу кручу не сдается у него просто колено вот на 100 градусов у него как раз это вот кровоизлияние сустав и то есть вот я таких ли вообще не понимаю то есть вот вот зачем она тебе надо вот зачем тебе надо вот зачем ты терпишь зачем ты вот сейчас сам делаешь травму если взять допустим новичков там допустим как сделано там чтобы попасть вот именно в класс класса иди браво он идет четыре раза в неделю по вечерам ты сначала должен пройти через класса фундаментал то есть у него фундаментальный класс для новичков там они не делают пятки то есть они тоже у них дрилла есть называется и называется формат и то есть и они состоят из 6 7 может 6 может быть 7 движений но на фундаментальном вот именно классе там три движения то есть они сначала изучают три движения а потом уже если не право смотрят что он подходит его уже забирают вот именно в класса и тренирует иди браво а есть вот допустим иди браво не не сильно любит болевые на ноги почему-то все думают что вот если ты ты этом плен и значит делаешь пятки это но это неправильно то есть это вот именно в краснодаре вот так то что я делаю пятки вот у нас вот весь зал делает тоже ноги то есть там вот именно каждый зал вот именно делится по своей системе он даже во время борьбы я тоже сейчас это тоже делаю зале первые первые две схватки без голевых на ноги вообще то есть он но вот хочет убрать его то есть он хочет чтобы делали тройки чтобы этот чтобы использовали салфу именно фулка там робер гард и так далее то есть увидишь по сейчас вот именно специфика борьбы у переходе в то что всем проще сделать ногу но ему это не нравится это думаю то есть вот но это неправильно то что думают все вот что все делать болевые на ноги интересно очень миша скажи все таки все таки почему вы игру вы глокеров недолюбливают как их недолюбливают потому что они всем делают больно да нет почему их не любят но просто они борются нестандартно да то есть кто их не любит такие же леглокеры они нормально относится их не любят те кто эти леглоки не делал до большинство не любят конечно тем более нога нога такая чувствительная на самом деле часть тела да ты не понимаешь когда тебе нужно тапать и становится больно поэтому люди опасаются многие люди для себя чисто занимаются и вот эти леглоки вообще не боятся и вот иногда прочно лайм без без ног вообще даже террасил очень коленами делать но я считаю что это неправильно нужно просто правильную как бы атмосферу в зале создать отношения правильно к этой теме да то есть ее нужно обсуждать замалчивать не надо как говорится да то есть туда если блоки но мы их не делаем не так не надо обсудить от работы до объяснить как нужно с ними работать на чтобы люди понимали новичкам да то есть если это открытый ковер вообще обязательно нужно эту тему поднять потому что люди из разных направлений приходят нужно показать объяснить вот это можно вот это нельзя да макс скажи такой вопрос сложно ли леглокеру вот адаптироваться по правилам IBJJF или человек который занимается леглокерами уже не выступает по IBJJF типа не по мазке уже да не 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 но сложновато конечно очень хочется все время сделать не риппинг то есть постоянно тебе хочется завести ногу и вот можно ошибиться но и мы содержали в голове что этого нельзя делать то есть я допустим борюсь если по бежев и по всем вот этим правилам где вот нельзя делать не риппинг то есть я использую только позицию аши горами то есть я вот все делаю через через аши горами свирипы ахиллы встаю и обхожу ган то есть если вот отточить именно эту позицию вот именно аши горами потому что вы также считаю что все строится именно оттуда что-то у нас макс отключился я думаю пошел банк курить сейчас к нам вернется но тот же вопрос Миш по IBJJF вот если человек и там и там выступает у него там не будет каши в голове как думаешь ну если он эти соревнования меняет как бы сначала там по IBJF поучаствовал потом потом опять по IBJF я думаю у человека будут проблемы с адаптацией на просто вопрос адаптации я вот говорю я считаю что те позиции для контроля которые используются в борьбе на ноги да логлок они очень хороши для свипов для того чтобы контролировать гард то есть ты можешь там плохой гард имеет но очень хорошо зайдя на ногу но не дать гард пройти или сделать сам свип вот поэтому адаптация должна быть то есть ты должен изначально допустим ты готовишься к кому-то турниру IBJF да ты не делаешь какие-то позиции да что ты там неделю-две привык если ты готовишься по правилам с обмишеном ли или там DCC турниром да то ты специально начинаешь делать вот эти вот позиции с не риппингом да с выходом на пятки впрочем ну то есть проблема именно в подготовке обычно да люди когда готовятся к турнирам они на этот момент вообще не обращают внимание это очень важный момент на самом деле ну опять с не риппингом очень часто проблема именно у новичков да бывает там синие пурпурные пояса у там я очень часто вижу что люди получают дисквал сделать или там уже у коричневых черных такое такое очень редко бывает люди уже понимают что не надо этого делать или если сделали там даже не сразу дисквалификация дается да если ты ногу перенес и сразу убрал это не дисквал а другое дело что ты если перенес и начинаешь делать атаку судья это видит тогда он до дисквалификации ну не знаю я видишь я со своей стороны рассуждаю да я не был со стороны человек который практикуется бешенолли а потом решил пойти поучаствовать по sdbg надо быть сознательным когда ты подходишь турниру ты должен прочитать правила что можно что нельзя и соответственно этих правил придерживаться а то люди порой мне риппинг нельзя делать и не сделали не риппинг и начинают возмущаться какого фига меня дисквалифицировать ну читай права такие права или то же самое наоборот участвуешь с обмешенолли но будь готов что тебе будут делать не риппинг что нужно готовить все ребята я вернулся классно классно немножко успели чуть-чуть соскучиться как раз перейдем потихонечку к вопросам от наших зрителей но я хочу такой еще вопрос задать и тебе и миша 26 и 27 апреля будут бороться крэйг джонс против магальяша по садми шином ли на промоушене какие ставки венима гаряж мне кажется крэйг джонс как он выступал на одессе это вообще как феноменальная у него техника так на ноги ну может быть да и не говорит что от этих ног но блин все этапы все этапы если правильно выйти мне кажется просто ряда просто а так не коррекция что есть нравится не шанс у крэйга что неплохие но там 50 до 50 но схватка будет топом это самое главное что если основное время я поставлю не было не было как с этим как с гордо райаном то есть это вот они что там быть чем там зашел он чуть там не подвигается надо что было динамика динамика заход и заход и тогда будет самое главное зрелище чтобы было надо там массовер таймами садмишин будет я думаю да но мне кажется доллар тайма дойдет так схватка ровная будет ну вот я скажу так что если основное время я поставил бы на на крэйга если до овертайма то выиграть скорее всего винем агаряш то есть я думаю что винем агаряш задушит его со спины вот если вот он будет выбирать короче бэкмаунт то есть если овертайм и вот если винем агаряш будет идти до овертайм это просто отвратительно интересно посмотрим ну что переходим к вопросам от зрителей миша первый вопрос тебе макс самый сильный лэглокер с которым ты боролся но с которым я боролся на пятках да наверное самый сильный просто я вообще ничего не ну как бы я понимал что ты выходишь на какую-то позицию но я не понимал как мне защищаться и ходила стопы да плюс еще у нас разница в весе чуть-чуть мне не хватало силы очень сильны да я отжимаюсь много понятно макс следующий вопрос тебе от зрителя синтау 82 тайлхоут или рычаг колена какой результативней просто в изучении лучше вплетается в проходы гарды работу снизу более безопасен для исполняющего в плане контур приемов не бар по-любому сто процентов не бар потому что у тебя ноги спрятаны но это и холд тоже можно делать чтобы ноги спрятать но мне кажется защищаться попроще от и холда все-таки я вообще не делал этой холды если честно то сидел только одной рукой и очень много контур оттуда то есть у нас той холды и защищаться легко там проворачивать там крутится против боли вот вот не бары уже сложнее защищаться и вот именно под мою специфику для длинные ноги для получается который очень хорошо а при той холоде допустим пас и надо контролить ну вот для меня вот я я был посоветовал изучать не бары пятки и иногда силы и считай холода чуть-чуть на той холод и не бар они очень хорошо комбинируется на самом деле уходит от той холода ты выходишь на бар так следующий вопрос такое зрителя работают либо им болевые на ноги на улице миш давай но у меня опыта применения на улице нету но из опыта моих друзей я там не буду называть имена короче да но некоторые люди их применяли успешно если опять но когда ты делаешь допустим какой-нибудь там скрутка пятки на улице да человек в обуви чуть больше контроля это раз да ну и плюс как бы когда ты делаешь болевой на ногу это до травмы точно никто там от боли сдаваться не будет это до травмы нужна определенная смелость вот но я думаю хорошо будет работать на самом деле если ты умеешь делать все что умеешь делать будет хорошо работать на улице хорошо делаешь и монари роу закручиваешься в ногу на пятку то я думаю это на улице будет но я просто видел видео где вот в каком-то там спортивном зале матч по баскетболу шоу вы началась заварушка и чувак вот прям упал закрутился на и монаре вышел на пятку и надел это я видел хорошая тема это видео из прижимания же выкладывали где короче какой-то ментового что-то скручивает а то там у вас закручивается на и монаре по щеге от пятку я знакомый кстати вот пути говоришь что сделал короче на место в паре сделал один знакомый тоже не буду говорить и он прям вот скрутил пятку что он орал и встать то есть это я думаю тот же самый человек макс ты бы встал на улицу в ногу вкручивался с кайфом братан с кайфом значит забыть сильно меня обидели бы то я конечно скрутил бы пяточку и и и ушел просто куда-нибудь аккуратный ну 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 понятно что это утра мы все уголовное дело бы с уже риск для здоровья твоей семьи конечно открутил бы пятку когда как будто конечно бы я бил не знаю просто бы если бы упал веса там уже пяточки где-то я видел видео на ю тубе гарри тонн боролся с амомашниками они в боролись но он чисто вот работал на пятки амомашники пытались его забить как бы он всем сделал пятки никто не смог его забить можно можно при улице использовать хорошая тема ну что ж мы уже говорим больше часа это очень интересный на мой взгляд эфир я думаю что мы приоткрыли завесу тайны сегодня может кому-то по-прежнему будет страшно но может быть некоторые люди как-то по-новому взглянув на эту тему и заключение так как миша макс вы тренера а я хочу вас попросить в рамках нашей душевной миссии обратиться к своим ученикам и сказать им что вы хотите им сказать когда они вот не с вами не рядом сейчас я второй ученики как бы написывают мы с ними общаемся но меня и детей виду и взрослых онлайн тренировки не провожу как макс конечно да поэтому чуть-чуть контакт потерялся вот но я надеюсь ребята тренируются не сидят дома без дела там не играют компьютерные игры хоть как-то что-то делают вот мечтаю перерыв этот полезен потому что есть возможность подумать подумать оценить зачем зачем вам эти занятия нужны на вот какую-то теоретическую базу возможных подтянуть на для себя тут посмотреть не все люди там профессионально занимаются понятно для кого-то это хобби возможно после этого перерыва да не все вернутся не все вернутся в зал на этом период смысле стоит это не надо зачем вкладывать и на думаю все вернутся джу-жицу такой вид который один раз влюбившись на это на всю жизнь поэтому ребятам привет там не хворайте скоро все это закончится мы вернемся нормальный режим будем every day парада частные соревнования будет весело отлично отличные слова макс давай хочу сказать вот что темп лэнс касадар я каждого вас люблю скучаю безумно надеюсь что все это скоро время закончится хотел бы я чтобы вы меньше переживали сейчас самое главное чтобы вы меньше испытывали стресса сейчас все это вот хотят от на что мы переживали поддал подошли манитет вот ищите только положительные моменты растягивайтесь тренируйтесь бегайте и скоро время это закончится я буду ждать каждого очень-очень много техники в голове также есть онлайн тренировки которые виду если кто-то заинтересуется то то я всегда приму увидимся в зале надеюсь это все скоро закончится отлично но я хочу сказать вам спасибо с нами был миша василенко и макс недощак спасибо вам парни за эфир это у тебя это был заключительный эфир а бжж марафона заключительный отрезок спасибо что были с нами все это время я хочу чтобы зрители сами написали продолжать ли нам такие марафоны напишите во первых нам пару слов со соцсетях как вам что было особенно полезно какой спикер запомнился больше остальных и напишите продолжать нам такие марафоны или нет всем желаю здоровья храните живу себе всем пока 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 пока